Да будет свет! В понедельник временно исполняющий полномочия мэра Игорь Чебыкин лично проверил, насколько безопасны нерегулируемые пешеходные переходы в городе. В рамках федеральной программы установлены дорожные знаки, специальное ограждение, светофорные индикаторы и главное – освещение. В настоящее время 91 пешеходный переход оборудован дополнительным освещением. То есть можно уже с уверенностью сказать, что выполнение данных мероприятий плюс активная профилактическая работа позволило снизить такое количество вид ДТП, как наезд на пешехода. Приоритетными объектами модернизации являются пешеходные переходы у школ и детских садов. У 15 образовательных учреждений они обустроены. Стоимость модернизации одного участка – почти полтора миллиона рублей. Но это необходимые траты, потому что в темноте водитель просто может не заметить пешехода, особенно если последний в серой одежде и не имеет при себе фликера. На улицах с интенсивным движением должно быть максимально светло даже в самое темное время суток. В рамках программы по капитальному ремонту объектов уличного освещения выполнены работы на улице домостроителей 4-й районной Кудряшова. Мы стараемся таким образом планировать работу, чтобы в первую очередь освещать те улицы, по которым большой трафик как пассажирского транспорта, так и пешеходные движения. Конечно, в раз весь город осветить мы не можем реконструировать линии электроосвещения, поэтому исходим из того, где повышенная проходимость. До конца октября этого года планируется завершить осветительные работы на улице Суздальской. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.